29 января во всех школах Краснодарского края, в том числе и в Славянском районе, прошел единый классный час «Сохрани себе жизнь». Он проводится в целях повышения безопасности детей на дорогах, на железнодорожных переездах, учит, как правильно действовать в опасных для жизни ситуациях. Во всех школах города и района учителя знакомят школьников с правилами безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, рассказывают о последствиях вредных привычек, о том, какое наказание грозит за невыполнение закона. Кроме того, каждому ребенку требуется базовое понимание правил дорожного движения для того, чтобы сохранить свою жизнь. Такова главная тема прошедшего урока в школе номер три. Целью этого классного часа является формирование у детей безопасного поведения на дороге, объектах железнодорожного транспорта, правилах поведения при угрозах террористического акта и ответственности за заведомо ложное сообщение о готовящейся угрозе. Символом единого классного часа «Сохрани себе жизнь» стало сердце. В начале урока ребята разделились на две команды. Игры, конкурсы, викторины – все это ожидало ребят во время классного часа. «Классный час» у нас будет проходить в виде игр, интерактивной беседы. Будут просмотрены опыты, связанные, например, с курением. У нас будет опыт этому посвящен. Идея нашего классного часа – это формирование культуры безопасности школьников. Первое задание – экспресс-тест. Одна из команд должна была ответить на вопросы, касающиеся правил дорожного движения. Другая – о безопасности на железнодорожном переезде. За правильно выполненное задание каждому школьнику предлагалось закрасить кусочек сердца красным карандашом. Также ребята поговорили о вреде курения, о правильном поведении в случае возникновения террористического акта, о значимости закона 1539. В память о погибших детях в результате теракта 1 сентября 2004 года в городе Беслан школьники из листа бумаги сделали ангелов и украсили ими дерево памяти. После классного часа ребята поделились своими впечатлениями. Я узнала еще о большей степени вредности курения. Я запомнила много нового, даже несмотря на то, что знала это раньше. Мне понравился очень урок. Я узнала нового, как вести себя правильно на железнодорожных путях, где правильно переходить дорогу, где нельзя ходить, на каком расстоянии ходить от железной дороги. Мне понравилось больше всего то, что мы работали всем классом, сообща по командам. В конце классного часа у каждого школьника получилось красное сердце. Это говорит о том, что славянские ребята знают, как вести себя в сложных жизненных ситуациях. А такие уроки в очередной раз напомнят, как сохранить себе жизнь. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, программа «События».